Здравствуйте, коллеги! Мы выставляемся, но не как продажники, как закупщики, так что you are welcome. Всех, кто хочет что-нибудь нам продать, попробовать, по крайней мере, это сделать, мы всех можем научить, как это делать правильно, как вообще работать с интернет-магазинами. Собственно, я пытаюсь этому сегодняшнюю презентацию посвятить. Куда же мы все идем? Коллеги поговорили о том, что у нас сейчас происходит на рынке, коллеги рассказали, что у них в сетях происходит. Я чуть-чуть с вами вместе попробую профилософствовать о том, что будет немножечко в будущем. И, естественно, на американских кейсах, сейчас это очень немодно, я боюсь, что меня будут бить, возможно, даже ногами за американские кейсы, но не в тренде. Но эти штуки, американцы столько всего придумали за последние 20 лет, что и так видно, что мы идем ровно вслед за ними каждый день. Повторяем все, что у них уже придумано, все развитие идет ровно по тому же пути, по крайней мере, с точки зрения DIY. Что не говорить о них странно. Сознательно исключил весь Китай из обзоров, потому что, когда я говорю о Китае, я начинаю тихо стенать и плакать. Как вы знаете, они в интернет сделали триллион триста миллиардов долларов в прошлом году в объеме. Поэтому даже на диаграммах Китая не будет несколько безмысленно. Что происходит очень-очень коротенько у нас в дистанционных продажах, то, что называется дистанционные продажи в интернет. Это миллиарды долларов США, это e-commerce США. Они очень быстро растут. Как вы знаете, коллеги, дистанционная торговля в США настолько успешна, что даже вышедший на e-commerce рынок Walmart за один год занял 6% рынка США. Рынок настолько консолидирован, вроде бы был, но Walmart это смог сделать. Одна большая сеть за один год сделала 6% рынка. Цифры коллазальные, мы нигде даже рядом не стояли, но это то, к чему мы идем, к консолидации рынка. Что происходит в принципе на рынке интернет-торговли? Мы постоянно с вами говорим о том, о стоимости логистики, о стоимости рекламы. Я с вами тоже об этом две секунды поговорю. Но что на самом деле происходит на настоящем рынке? Доставляют вообще все. Уже не осталось товаров и в DIY, которые не доставляются. Amazon на полном серьезе торгует автомобилями. Выиграет, конечно же, та DIY-сеть, которая научится правильно и хорошо торговать обоями. Вообще всем, что касается внутренней отделки, всем, что касается цвета, красок и так далее, конечно же, мы тоже будем это доставлять. Amazon тоже делает. Вот она картиночка. Это реальная картинка с Amazon. Они так доставляют машину. Вы заказали, они привезли. Уверяю вас, коллеги, у нас будет ровно то же самое, максимум 5 лет. Мы все медленно и плавно к этому идем. Проникновение интернета колоссальное, уже больше 60%. Половина пользователей интернета уже заказывают в интернет-магазинах. И мы обгоняем всю Европу по количеству и подключений, и по росту тех, кто покупает в онлайн. Ровно один год проходит с момента, когда человек первый раз зашел в интернет, какой бы возраст у него ни был в среднем. До момента, пока он совершает первую покупку. Что делают наши западные коллеги, чего они делаем пока мы? Вы знаете, что Валберис, Ламода вам доставляют одежду, обувь домой. Никаких проблем абсолютно в этом нет. Несколько вариантов сразу же. Вы их меряете, одеваете, пробуете. Но что делают наши коллеги в DIY на Западе? Они доставляют вам, например, вот эти вот шторы. 10 вариантов бесплатно. Вы вешаете на свое окно, пробуете. Если не нравится, отправите домой. Если хотите, вам не мало 10, за 11-й, 12-й образцы вы платите по 3 доллара. 3 доллара, и вам привозят 11-й, 12-й, 13-й образец. Вешаете, не понравится, убираете. Пусть поставщик бесплатно доставляется домой. Мы к этому, конечно же, придем. Что происходит у нас? Я все время боюсь эти слайды показывать. Но вот на обороте есть замечательная история. Целый топик, если вы видите наверху, вот он выведен. Чем занимаемся мы? Есть ли курьер-дебил? Звучит топик, который обсуждают в Рунете. Знаете, я к чему вам все это? К тому, что мы можем долго-долго-долго рассуждать. Мы в интернете обсуждаем всякие интересные кейсы западные. Очень много всяких штук. Я тут еще кое-что напоказываю, что происходит на Западе. При этом у нас настолько много над чем есть работать. У нас такие какие-то есть простые, элементарные, но совсем простенькие вещи, которые пришел, сделал, сделал, что у тебя курьеры не пьяные, и уже все круто. Вот четвертая ошибка. Насчет пьяных курьеров, это дрон. Наверняка все из вас видели, это куча этих видео. Это амазоновский дрон. Америка сейчас помешана на дронах, они у них разрешены. Это штука летающая такая, которая доставляет посылки. Амазон мамой клянется, что в 2015 году они будут треть посылок доставлять людям дронами. Они будут садиться на лужайки, у американцев красивая такая штука. Никаких людей вообще, все очень дешево. И главное, очень красиво. Все будут заказать в Амазоне. Снизу там такая вот маленькая история от нас. Достоинство быстрой обработки заказов, недостатки. Заказ привез пьяный курьер. И комментарий. Заказ привез пьяный курьер, который 10 минут не мог найти человек. Это наша с вами реальность. На самом деле, та сеть DIY, или та компания, которая справится вот с такими, со всеми элементарными вещами. Не ставя 19-ю версию Аксапты. Вот она выиграет, на самом деле. Она выиграет, правда. Умея считать товар на складе, она выиграет. Объем рынка e-commerce в России. Опять же, простите за слово США, мы в миллиардах долларов США. Есть много-много-много разных всяких исследований рынка. Они, вот здесь вот мы привели пять штук разных всяких, они показывают разную динамику роста. Но плюс-минус, понятно, что в интернет очень сложно считать, тут же еще такая штука. Мы считаем очень по-другому, чем американцы, поэтому западные компании, первая инстандианка, считают совершенно по-другому, чем центр исследований Enter. Enter. Почему? Потому что у нас интернет-магазином в России, я много раз об этом говорил, вот это ключевая какая-то базовая история о ментальности нашей. У нас в России интернет-магазином считается тот сайт, который делает хотя бы одну продажу в месяц. В Америке интернет-магазином считается то, что делает продаж хотя бы на одну тысячу долларов в месяц. Это разница колоссальная. При том, что, вот не устаю повторять, коллеги, мы опять же идем очень в тренде США, потому что в России с Крымом у нас теперь 146 миллионов человек. Имейте в виду, вот с Крымом в России 146 миллионов человек переживет, и на них у нас примерно 42 тысячи интернет-магазинов на начало года. А в Штатах 320 миллионов человек, у них 110 тысяч интернет-магазинов. Повторюсь, разница в ментальности, как считать. Но в целом на душу населения количество интернет-магазинов примерно одинаковое. И в Америке есть очень жесткий тренд. Количество интернет-магазинов неуклонно снижается. А у нас тренд похожий, оно перестало расти. Это очень такая штука, которую мы... Я постараюсь ей завершить. Вывод из этого какой-то для вас для всех сделать. Правильнее для нашей компании. Итак, очень большой рост прогнозируется всеми центрами исследований. Все уходит в интернет. По данным, опять же, Эрнстон Грян, последним, буквально вчерашний день, в 2015 году они обещают, что в России 3% всего... Всех продаж вообще, всех розничных, будет 3% от рынка. Но это, считаю, фуды. Если без фуда, то 10%. Каждая десятая покупка норфуда, FMCG или это, или это не FMCG, неважно, будет совершаться в интернет по данным Эрнстон Генг. Мне даже кажется, будет немножко больше. Несколько большими темпами, нам кажется, растет вся эта история. Ну, это стандартный график распределения интернет по России, заказы, объем рынка в интернет и так далее. Все вы прекрасно знаете, я не буду зацикливаться. Есть несколько вещей, которые, безусловно, задерживают, в отличие от штатов, развитие интернет-рынка у нас. Это не проникновение. С проникновением у нас все очень хорошо. И с ценой входа интернет в домохозяйство все стало очень хорошо. Потому что она за последние два года катастрофически снизилась. И теперь практически каждый, кто хочет войти в интернет, кто еще не вошел вдруг случайно, те оставшиеся 40% населения, бабушек, видимо, они могут очень-очень дешево подключиться. И, конечно, они это делают. Но есть пара вещей. Первая логистика. Логистика, причем не с точки зрения стоимости доставки отдельного товара из Петербурга в Новосибирск. Не дай это Бог. Стало очень дешево. Три года назад доставить 7-килограммовый перфоратор из Питера в Новосибирск за 300 рублей за три дня, это было нереальной фантастики. Это был космос. Это было примерно как Амазон на следующий день доставлять по всей территории США. Для нас это был космос. Сейчас это обычное дело. 300 рублей, три дня и товар из Питера в Новосибирск. Большие логисты, DPD, DHL, они смогли это сделать. Делают очень быстро, очень хорошо. Хорошо, логистика я имею в виду с точки зрения вложений в инфраструктуру. Вообще американцы постоянно говорят одно слово. Инфраструкция, инфраструкция, инфраструкция. Самое главное, и коллеги вам блестяще это демонстрируют, они вкладываются в WMS-системы, в TMS-системы, в ERP-системы и так далее. Это тоже инфраструктура. И они вкладываются в коробки. Это тупо очень дорого. Никакой маленький интернет-магазин через два года близко не подойдет к Leroy Merlin. Потому что как только Leroy Merlin наладит у себя окончательный бесповорот, но у них все с этим хорошо, наладит у себя не просто сплачем менеджмента, а понимание, что в этом конкретном гипермаркете, на этой конкретной полке этот товар точно лежит. И в этот момент времени мы можем сказать нашему кастомеру, что этот товар там есть, который заказал по интернету или позвонил по телефону в колл-центр. В этот момент Leroy Merlin сделает всех. Просто потому что их рекламные бюджеты колоссальные. И залив половину из них в интернет, они выметут весь рынок. Об этом тоже поговорим. Ну, как и так вот. Знаете, когда Саша Танкован из M-Video, у него бюджет, напомню вам так вообще-то говоря, в офлайне 2,5 миллиарда рублей в год. Вот он половину этого бюджета завтра кладет вдруг случайно. А он очень внимательно за этим следит. Глаза Танкован кладет половину этого бюджета в онлайн. Я не могу назвать ни одного интернет-магазина, кроме юморта, который останется торговаться в интернет, бытовой технике. Консолидация. Что нас ожидает? Сейчас, опять же, как считать, ну, примерно, половина, чуть больше половины рынка США консолидирована, ее занимают 10 крупнейших интернет-магазинов США. В России рынок интернет дико расконсолидирован. Огромное количество студентов, сидящих дома, жен, множество мужчин, сидящих в этом зале, уверен. Не буду просить поднимать руки, у кого есть интернет-магазин, уверен, что почти у всех, как-нибудь домашний заодно. Просто у меня личный опыт. У меня каждый мужчина, приходящий на работу, устраивается ко мне старше 35-ти, спрашивает, а вы не против, что мы еще занимаемся маленьким бизнесом дома? С женой? Да, конечно, с женой. Успешно? Нет, пока не очень. Но вот это стандартная сейчас история. У всех интернет-магазинов, все они, конечно, сдохнут, но вот почему нет? Это хороший экспириенс. Хотя бы я с людьми на одном языке разговариваю. Они понимают, что такое сниппет, что такое анкор, что такое СПИ, что такое СПО. Уже классно. Они хотя бы какие-то слова выучили. Это очень полезный кейс. Дома заниматься интернетом. В России 18% приходится на 10 основных интернет-магазинов. На нас в том числе, а мы из десятков. Как выяснилось. Мы не знали, кстати. Это оборот e-commerce, мировых лидеров. Повторюсь, я сюда специально не ставил на слайд китайцев. Ни Алибабу, ни Таобау, никого из них там безумные обороты. Специально потому, чтобы Россия, вот она красненькая, вот это значит Google, Amazon, eBay и Россия вся. Я специально не ставил сюда слайд сектор с китайцами, потому что любой китайский интернет-магазин поставишь, нас просто не видно. России тут же нет вообще совсем. Вот. Но мы потенциально очень крутые. Ну это вот я к слову к приходу к экспансии западных парней сюда. Бла-бла-бла, Лера Мирали, молодцы большие. Вот. Это интернет-реклама. Это жутко интересный кейс. Вторая история, почему у маленьких интернет-магазинов скоро ничего не получится. Я сейчас относительно спокойно об этом говорю, потому что мы большие, мы что-то понимаем, мы очень много вкладываем, действительно очень большие деньги. Десятки миллионов долларов во всю эту историю, в инфраструкцию. Дело в том, что российский рынок интернет-рекламы медленно и верно по стоимости клика в интернет догоняет американский. Это такая действительно печальная история. Раньше, 10 лет назад, у вас могло быть несколько тысяч рублей буквально, и вы выходили в Яндекс.Директ и что-то там делали. Вы даже могли что-то делать в Google AdWords, когда с этим было сложнее, но если у вас, вы такие были все продвинутые, то даже в AdWords может что-то могли сделать с десятком тысяч рублей. Сейчас ситуация стала чуть-чуть другая. Это мой любимый слайд, любимый слайд Яндекса, они постоянно с ним выступают, это пластиковые окна. Вот они как полтора года или два уже самые. У кого-нибудь есть сейчас плохое настроение, коллеги? Вот честно скажите, депрессия легкая. Я вылечу в секунду буквально. Окей, у кого-то там плохое настроение, классно. Значит, смотрите, что делаете сейчас. Открываете Яндекс, набираете в поисковой строке пластиковые окна, там три верхних объявления, это спецвыдача. Первое место в спецвыдаче наверху, оно стоит сейчас, вот там написано, да, 37 долларов. Да, я правильно говорю? Три, 37 долларов, 40 центов. Кликайте по верхнему объявлению в спецвыдаче, по самому верхнему, да, только что в этот момент кто-то потерял 37 баксов. Вам стало легче, я надеюсь. Это стоимость рекламы в интернет. Один клик, вы один раз нашли на спецвыдачу, первое место, 37 баксов кто-то только что потерял. Вы ничего не купили, но вам легче. Но это фигня. В Америке Маситулом и Лоуфарм, это вот 6 кейсов самых-самых дорогостоящих наконец прошлого года были в интернетах в США. Может быть, сейчас что-то поменялось. Я не буду вам задавать вопрос о такой мелосатеме Лоуфарм. Кто-то уже слышал, я кому-то рассказывал. Мелосатема – это заболевание раковое, которое возникает из-за, точно, абсолютно определенное, из-за асбеста, из-за пыли асбестовой. Ну, Лоуфарм всем понятно, это компания, которая юридическая, которая занимается вашей защитой перед той, точнее, попыткой снять бабки безумные, совершенно миллионы долларов с той компании, из-за которой вы надышали с асбестом. Они за один клик вот так же в Google заходите, набираете этот колокейшн, щелкаете, 179 долларов, теряет американская компания. Ну, и сдача автомашин в штате Калифорния бэушных, восстановление данных с харддисков, кстати говоря, в штатах все по-другому, у них из-за другой деньги берут. Это очень дорогая операция, у вас хард сломался, вы его должны восстановить. Вот сотня баксов с вас снимается. И мы медленно и верно к этому идем. Мы же еще сумасшедшие все. Мы же готовы ради любимого конкурента больше потратить, чем это того стоит. У нас обычно, обычно в обычных интернет-магазинах сидит какой-то мальчик-селушный, клик это компания, которого хозяин вообще не контролирует, он ничего не понимает. Ему что-то спросить про рои с конкретной покупки, он не знает, что такое рои, ему это сложно. И обычно, у обычного интернет-магазина стоимость клика превышает прибыль с этого клика. Да, потом можно говорить о повторных покупках, о том, что клиент потом все это окупит, но это настолько непрофессионально. Мне так жалко этих ребят, которые кому-то платят деньги каким-то агентством непонятным, которые ведут 70-80 одновременно клиентов, два мальчика сидя в этом агентстве и докладывают клиенту, что он в выдаче стал выше. Ну, это такое же ротанство, коллеги. Ну, это кошмар. Мне так всегда жалко, когда на интернет, особенно на конференциях, выступают молодые парни и несут такую чушь редкостную, а взрослые дядьки взяли их, слушают и верят, а потом платят бабки. А проникновение интернета мы верно и медленно идем вверх. Австралия, кстати, видите, на первом месте, как ни странно, 80% людей в Австралии сейчас имеют интернет. У нас меньше, но медленно-медленно-медленно-медленно повторяется, что стук повышается. На самом деле есть исследование где 50. Вот это вот мой любимый кейс против коллег. Я вот надеюсь, им всем очень понравится, они им этот кейс одобрят. Это по данным... Мы нашли одно конкретное исследование, оно нам нравится, поэтому мы его сюда положили. Да, я надеюсь, тебе понравится. Это снижение количества покупок в реальном оффлайновом DIY и увеличение в онлайн. Близо к тот день, когда эти тренды сойдутся, я надеюсь. И все поставщики будут, которые будут, конечно, у нас, а не у Леруа Верлен. Прости за разборку. Это жизнь. Это тоже славит очень интересный для всех, кто пытается что-то в интернете продать, мне так кажется. Есть ровно пополам делится по сегментам, то, что в интернет продается сейчас хорошо и легко и просто, и то, что в интернет продается сложно. Все, что касается отделки, все, что касается обоев, какой-то фурнитуры, в интернет продается очень сложно. Никто еще не придумал, как сайдинг правильно продавать в интернет, потому что вообще задача элементарная. Коллеги, дарю кейс на самом деле. Кто сделает, заработает много миллионов долларов. А нам просто лень пока. Тупо лень. Не до того. Кто сделает так, чтобы некий дизайнер элементарно набирал на некий домик с окнами, дверьми и так далее, сайдинг, и там будет вся фурнитура, тот выиграет. Вот таких же кейсов очень мало, их практически нет. А кейсы, как продать дрель, я вам там, пожалуйста, это очень просто. Ручки верные, очень просто, да. Сантехнику, унитазы, душевые кабины элементарно на самом деле, хотя лидеров в этом сегменте до сих пор нет. Но при всем при том. Тоже, может быть, будет когда-то интересный кейс. Хотя мы постараемся зайти в первое место в этом, как обычно. Но вот есть 50% вещей, в которых еще и в мире кейсов таких серьезных нет. Более-менее интернет-магазины общей практики. Опять же, тот же любимый Амазон умеет торговать странными вещами для декора. Профессиональные магазины не умеют. Никто. Это доля DIY в структуре и-коммерс в целом. Нам есть куда расти. У нас в DIY прекрасные перспективы и-коммерс. Потрясающие, потому что вы видите, что в Штатах занимает 19% и-коммерс во всех интернет-продажах. В UK, который идет вторым, побольше, чем у нас, два раза. Мы тоже к этому придем, и DIY потихоньку выгонит подгузники и одежду из e-commerce, я надеюсь. Простите, коллеги, кого нет случайно здесь, знали бы, кто будет, ставили его обязательно. Это лидеры с нашей точки зрения в сегменте DIY в e-commerce в России. А вот эта история другая. Это то, к чему российские DIY-операторы очень редко и мало возвращаются. Мы это все время смотрим на США. У нас есть два, на самом деле, кейса. Не устаю их повторять. Это Harbour Free Tools. Потрясающая компания, с которой мы, честно говоря, слезали весь наш бизнес в 2002 году и развиваемся точно по их сценарию. У них 450 магазинов сейчас на территории Соединенных Штатов. У них есть детали, у них гораздо больше садовки, чем у нас, и у них огромная гаражка. Кстати, это вот опять же сегмент, который в России никак не представлен. У американцев неимоверная гаражка. До половины площади магазина Харбора занята гаражным оборудованием. У нас несколько буквально отдельных, даже не сетей, а магазинчиков пытаются этот кейс повторить, но пока не очень успешно, насколько я знаю. Никого серьезно с гаражкой нет. Это следующий кейс. Каждая из этих компаний, коллеги, делает оборот не менее 9 миллиардов долларов США. Каждая. Про половину из них в России никто не знает вообще. Про Великий Грайнджер никто не знает. Про Нозен Тулс никто не знает. Про ВСК никто не знает. Это потрясающе совершенно. Хотя к ним ездить, не переездить, и туров в США очень много. Я вам очень рекомендую это делать. Просто ради общего развития в Ком-Депо оборот интернет-продаж 7,5 миллиардов. В 2012 году в ЛОС 7,5 миллиардов в павильоне на четвертом этаже, где выставляется наш мерчант. Мы пытаемся сделать что-то подобное, пока только на сайте 220 на основном. А приходите к нам, мы выставляем ваши товары в любом количестве. Любые товары. Только научитесь с нами правильно работать. Не мы придумали. Парни работают именно так. Миллиардные обороты. Будьте нашим мерчант, пожалуйста. Мы мерчант-площадка. Мы выставляем любые товары, которые вы хотите, не держа их на своих складах. Мы это умеем. У нас очень классно сступающим менеджментом. Это наша, чуть не самая главная вообще наша компетенция. Убражайте цепочками поставок. И третья история это отдельный сайт специально для тех самых профессионалов. Для экстра-профессионалов, которые очень быстро точно знают, что им нужно. Сохранение их огромных заказов, там всякие скидки и так далее. Это похоже больше немножечко на кейс Юлморта с их бонусами и так далее. Это просто очень интересно. Посидите на этих сайт и посмотрите. Здорово у нас будет то же самое. Мне так кажется. Это Сирс. Это про Private Label. Private Label сейчас стал дикой тенденцией в России. Все его заводят. Всем очень интересно. Вот Сирс. У Сирс 41 бизнес. Извините. 41 бизнес. 41 Private Label. 41 сайт под каждый Private Label отдельный. И это дико успешная сеть в США. Это очень интересный кейс. Опять же, долго не можно часами рассказывать. Лучше к ним съездить. В 2011 году только три компании в России входили в топ-стоп по интернет-продажам. В этом году семь компаний из DIY рынка входят в топ-стоп по интернет-продажам интернет-компании. Это очень здорово. Повторюсь, DIY потихоньку, потихоньку, постихоньку становится очень популярным среди наших с вами клиентов в интернет. И они туда уходят из влайновых коробок, где душно, жарко, очереди и машину улюра не припрыковать. Проблемы... Я пропущу, Леша. Все, я пропускаю вас. Не буду. Я уже об этом говорил. Мы очень... Я тем более вам попросил быстрее. Мы в интернет... Интернет в России большие сети заходят очень медленно. Даже Инвидио самая большая сеть в России. Вы знаете, что запросы Инвидио в интернет это запрос из топ-100 запросов в интернет вообще в российском. Это порно, секс и Инвидио. Вы знаете это, да, коллеги? Это так. И при этом этот игрок, который был совершенно потрясающим, не всегда и до сих пор остается самым главным запросом из всего, что касается бытовой техники в интернет, он в интернет вошел только в середине девятнадцатого года. И только сейчас вот они год над этим работают, они очень классные ребята, они очень много сделали для популяризации интернета, кстати говоря, сейчас. Вообще в принципе им памятник поставить за это от всех интернет-ритейлеров. Они только сейчас по-серьезному этим процессом занимаются, они переделывают свою логистику, они переделывают свои склады, они переделывают даже свои магазины специально под интернет-торговлю. Что уж говорить о DIY-операторах, они, к сожалению, пока не очень активны, больших, я имею в виду, не очень активны в интернет. Так пока сложилось, хотя я думаю, что стоит Леруа очень захотеть, а Леруа, похоже, очень захотела, и они порвут всех. Почему мы тормозим? У нас немножечко проблемы с логистикой, сейчас из-за Крыма, как поставить в Крыму мы не знаем, кстати, мы, похоже, будем первым оператором, который с DIY, который открывает магазины в Крыму, у нас уже заключены какие-то предварительные договора по этому поводу. Кстати, еще один кейс на нашем самом рынке потрясающий, единственный завод по производству электроинструмента, который сохранился работающим на территории Советского Союза, коллеги, называется Фиолент, и находится на территории Крыма, и мы его сейчас вдруг стали главным оператором. Ну, это так, слово, вот сохранилось. Общее отставание в развитии интернет у нас действительно похуже в два раза, чем в Австралии, и мы очень плохо знаем до сих пор, кому в интернете как продавать товар. Мы-то знаем, обычно никто не знает. Описать точно при всех технологиях Big Date, при всех технологиях существующих интернетных новых, которые есть, описать точно, кто ваш клиент, никто не может из сидячих в зале уверен. Вот могу дыкнуть любого, у кого есть интернет-магазин коллега, кстати говоря? Гей, раз, два, три, четыре, немного как-то, а для кого я все рассказываю? Ну и слава Богу, и не заводите. Прогарная история абсолютно. Правда? Дорого просто, очень тупо. Никто не знает, кому продавать товар. Если вы у любого спросите, даже метрику гендер, все с трудом понимают, метрику совсем элементарную по геотаргетингу никто не понимает. А уж начиная, всякие истории про социальное положение, про то, что он покупал до этого, а уж спросить, что ваш покупатель будет покупать завтра, это элементарный кейс. Вообще говоря, если я купил у вас сегодня болгарку, вы завтра должны ему предложить, естественно, само собой разумеется, емайловые ссылки буры. Это совсем простые вещи, говорю. Если у вас сегодня купили коляску, через 7 лет понадобится школьная форма. Но это само собой разумеется. У нас этого никто не умеет. Или умеют, только как очень продвинутые интернет-парни в 20 интернет-магазинах в России. Ну и вот, я еще раз приглашаю вас сегодня на 7 этаж, потому что продавать, коллеги, если вы что-то продаете, надо тем, кто умеет продавать в интернет. Мы умеем. Welcome к нам. Мы сделаем вам большие продажи. Спасибо вам огромное.